Всем привет! С вами Елена и вы на канале Заказы USA. Сегодняшний обзор будет детских сапог Рибок. Зимние сапожки, которые покупались на официальном сайте. Покупались они в размере 3,5 United Kingdom, 23 сантиметра заявлено по стелечке. Европейскому соответствует 35 размеру. Итак, давайте их откроем и посмотрим. Вот сапожки вот такие вот темно-синего цвета. Очень красивое сочетание темно-синего с красным. Красный логотип Рибок сзади на пятке, красная подошва с достаточно высоким протектором. Вот он протектор. Есть также у нас красные металлические держатели шнурочка, который отлично сочетается с темно-синим цветом. Сам по себе сапожек выполнен из синтетического материала на ощупь такой вот он прорезиненный. Покажу поближе. И комбинирован тоже с синтетическим материалом, только он с ребристой такой более структурой. Носочек защищен благодаря подошве, которая заходит на носочек. Вот он защищает от повреждений. Значит, еще также логотип присутствует на язычке. Фиксируется, помимо того, что в шнурочками, также фиксирует ножку липучка. Очень удобно. Почему? Потому что если ножка узкая у ребенка, то отличная липучка абсолютно сгладит всю эту проблему. Вот он у нас стандартный шнурочек. Язычок тоже уплотнен. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри искусственный мех. Вот он. Вот такой очень похож на овчинку, но это искусственная. Стелечка внутри ортолайт. Стелечка съемная. При необходимости ее можно просушить. Вот она, стелечка ортолайт. Пена достаточно мягенькая, приятная на ощупь. Стелечка. Ну, раз я ее достала, давайте сразу сделаем замер. Итак, постелечки 23,2 см. То есть, абсолютно соответствует заявленному размеру. Больший мерец, скажем так, на 2 мм. Ну, это совсем-совсем чуточку. Внутри. Внутри они достаточно теплые. Стараюсь сейчас убрать все, что не нужно. Достаточно теплые. Мех абсолютно по всему ботиночку находится. Достаточно приятный и достаточно высокий, скажем так. Также часть меха выходит у нас вот сюда вот наружу и получается зад ботиночка обделан тоже меховой отделочкой вот такой. На самом деле, по отзывам я слышала своих покупателей, что довольны абсолютно данными ботиночками. Единственное, конечно, на минус 30, возможно, вы в них и не походите, но я не думаю, что ваш ребенок будет ходить при минус 30 куда-то гулять. Естественно, при минус 30 чуточку другую обувь стоит одевать. По поводу подошвы еще не сказала. Подошвы у нас выполнены из очень прочной резины с вот таким очень хорошим протектором. Достаточно мягкая резина сама по себе, я постараюсь показать. Видно, вот как она гнется, то есть не будет ничего к ней прилипать и она не будет скользить. Вставочка из пены тоже присутствует. Это для того, чтобы была более комфортная ходьба и при этом еще уменьшала нагрузку на суставы при ходьбе. Ну, в принципе, все вроде бы рассказала. Отличные сапожки, я думаю, вы будете довольны. Опять-таки, по отзывам клиентов они не промокают. Ножкам деткам достаточно тепло, но опять-таки при минус 10, да, то есть, в принципе, до минус 10 вы можете уверены быть в том, что ваш ребеночек не замерзнет. У меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!